Створение новых первичек, своечасовая выплата зарплаты и охова працы. Сегодня в Гомеле прошел 6-й пленум Совета областного объединения профсоюзов. О богученных проблемах и принятых решениях материал наших корреспондентов. Проведение пленума и ошибная махчимость обмерковать ситуацию в коллективах и окрасить задачи, которые стоят перед профсоюзами на современном этапе. Тем более, что сейчас в первичках проходят спровоздачно выборшие сходы, от выника, у которых будет залежать эффективность деятельности организации на протягу наступных пяти годов. Зараз такие сходы отбылись уже в 70% первичек. Как выник, у будавничных организаций их заменили 10% керуников. У лесной господарцы, установок эдукации и навуки – 25%. А прощатого подчас кампаний удокладняются проблемы, которые сегодня заявляются для Галин наибольше актуальными. У нас 47% работников получают доплату до минимальной. Это не просто маленькая зарплата для людей. Это еще и тот фактор, который снижает мотивацию работников. Они не могут получить меры материального стимулирования. С 1 сентября повысилась заработная плата в отрасли приблизительно на 12-14%. Но мы посмотрели, и это все-таки не решило проблему. Причем получают доплату не только тех персонал, получают работники хозгруппы, бухгалтерии, помощники-воспитатели. Есть надежды на то, что с 1 января вступает в силу закон, который изменит вообще систему оплаты бюджетников. Вот очень надеемся, что это как-то изменит ситуацию. Выники работы правовой и технической инспекции працы сверчатся. На предприемствах, где нема профсоюзов, порушения законодавства сустракаются больше часто. Подчас пленума агучивается лишь бы. Зараз у Гомельской области, коля тысячи организаций, где не створены профсоюзные первички. Хоть и на инших предприемствах проблем покуль хапает. Необходно повышать эффективность громадского контроля за ховой працы. Причем задача профсоюзов не только забеспечить профилактику вытворчего травматизма, али и оборонять интересы работников при отримании травмы. Еще один накерунок гаранты занятости для добросумленных работников. Со студене наступного года уступает в силу новая редакция працеванного кодекса, якая предугледживает иншую систему заключения контрактов. Як минимум на три годы. Еще одна важная тема – удосконаливание социального партнерства. Все лето профсоюзы Абл-Выконкам и Союзные Мальников подписали новое погоднение об супрационнистве, якое утримливое шерох принципово новых позиций. Мы в августе месяце приняли областное соглашение на 2019-2021 годы. Оно тоже изменило порядка 20 норм. Прежнее соглашение носило более рекомендательный характер. А сегодня три стороны – профсоюзы, областно-исполнительные комитеты, союзные нематели – достигли договоренности, и более 20 норм носят обязательный характер. И еще один момент, на который звернули особливую увагу. Профсоюзы имеют намер принять активный удел у выборчей кампании. Причем размовы идут как про включение у состав участковых комиссий, так и про поддержку кандидатов у депутаты национального схода. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Игорь Маришенко, Телередо, компания «Гомель».